Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, чем же можно заменить Виагру. Мы не будем говорить про то, что давайте вот не Виагру, а вот этот препарат, и вы его обязательно покупайте и заказывайте. Нет, друзья мои, мы поговорим именно о еде, какими же продуктами можно заменить Виагру. Потому что действительно Виагра препарат очень хороший, но достаточно дорогостоящий, безусловно, и не каждый может себе его позволить покупать в больших количествах. Поэтому давайте будем сегодня разбираться, чем же мы с вами можем и вообще возможно ли заменить данный препарат. Друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение. Может, кто-то из вас уже нашли аналоги, чем же можно заменить, какие продукты вам помогают для восстановления потенции эрекции. Обязательно мне напишите в комментариях. И, друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делить ваше мнение и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, дорогие мои, действительно, тема, связанная с Виагрой, очень-очень популярна. И с каждым годом растет количество препаратов Виагры, да, селденефила, которые продаются, покупаются, да, то есть статистика неукротимо растет вверх. Опять же, говорить про причины – это ваш образ жизни, много сидите, мало двигаетесь. Друзья мои, ну это факт. Вот вы хоть не обижайтесь, хоть нет, но это факт, который действительно бесспорный. Что если вы мало двигаетесь, если вы неправильно питаетесь, да еще к тому же у вас есть вредные привычки и практически нет никакой физической активности, то это, безусловно, проблемы с эректильной функцией, да, не дисфункцией, а именно функцией. То есть вызывает эректильную дисфункцию. Поэтому я вам крайне желаю все-таки больше двигаться, соответственно, заниматься спортом, правильно питаться. И ваш рацион обязательно включать те продукты, про которые сегодня мы будем говорить. Это очень важный момент. Также, дорогие мои, если появилась проблема, стоит помнить, что обязательно нужно обратиться к врачу для того, чтобы разобраться, а точно ли у вас есть такая проблема. Может быть, это проблема психологическая. И у многих именно, да, возникают различные психологические, такие очень сильные факторы, которые действительно мешают процессам возбуждения, процессам эрекции, процессам потенции. И уже многократные исследования это тоже доказали. Это тоже очень такой важный момент. Следующее, на что стоит обратить внимание, обязательно, дорогие мои, это, конечно же, про то, что, опять же, если мужчина вообще не хочет полового контакта, то никакая виагра вам не поможет. То есть, виагра помогает в том случае, если мужчина возбужден, но половой член не может вовремя, соответственно, встать в положение нужное, да, то есть, невозможно эрекция. Вот что, да, и то есть, невозможно вообще вступить в половой контакт. Но потихонечку-потихонечку вот этот процесс идёт. То есть, виагра именно наполняет кровью и помогает половой член, соответственно, чтобы он был в эректильном состоянии, да, в состоянии эрекции. Поэтому, друзья мои, просто так, если мужчина не хочет, никак вы его половой член не заставите подняться и, соответственно, эффективно действовать. Поэтому на это уже обращайте внимание. Так вот, продукт, друзья мои, это тыквенные нежареные семечки. Продукт уникальный, да, мы с вами говорили, что и для глистов он уникальный, но особо он уникальный для мужской потенции. Почему? Потому что в них содержится огромное количество цинка. То есть, богатейший состав цинка, да, и других, допустим, цинксилен, другие ещё микроэлементы, которые просто необходимы. И многократные исследования доказали, что причиной, в том числе нарушениях потенции, да, нарушениях секреции предстательной железы, в том числе недостаточность цинка, да. Когда у мужчины серьёзный процесс, то есть уже серьёзные заболевания, аденома предстательной железы, там тоже будет острый дефицит цинка, безусловно. Поэтому цинк должен быть в вашем рационе. Соответственно, цинк мы с вами получаем из продуктов питания. И вот как раз тыквенные семечки, обычные, зелёные, неожаренные, обладают достаточным количеством данного элемента, да, то есть цинка. Поэтому, друзья мои, в вашем рационе они должны быть. Небольшую горсточку, да, можно, как вариант, в машину себе насыпать, в стаканчик, да, в обычный, для того, чтобы максимально благоприятно, соответственно, то есть максимально оказывать пользу своему организму. Соответственно, если так получилось, ну что теперь? Цинк содержится в морепродуктах, да, ну не у всех есть возможность. Постоянно есть креветки, мидии, да, какие-то там морские деликатесы. И поэтому можно купить в качестве добавки цинк, да, есть цинк вместе с селеном добавки. Это, опять же, не реклама, да, ну препараты действительно хорошие, и вы должны скорректировать этот дефицит цинка в вашем организме. И тогда, как я уже сказала вам, никаких проблем с эрекцией потенции у вас не будет. Опять же, как эти семечки есть, да, многие пишут, то есть по горсточке грамм 40-50 в день, да, вы едите, и в течение месяца едите. Потом можно сделать небольшой перерывчик, потом еще в течение месяца. Итак, мы с вами повторяем, повторяем, повторяем по нескольку раз, и вот тогда будет действительно очень хороший, очень благоприятный эффект, и вы будете себя чувствовать хорошо, прекрасно, и ваша потенция вас никогда не подведет. Поэтому не забывайте про тыквенные семечки в вашем рационе, или хотя бы про добавки, да, которые содержат цинк. Это крайне важно для того, чтобы ваша эректильная функция была в прекрасном состоянии до стольких лет, до скольких вы захотите. Поэтому, друзья мои, я жду ваше мнение, ваших вопросов в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы очень скоро с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю огромного мужского здоровья, чтобы проблемы с потенцией вас никогда не беспокоили. И всем здоровья и до новых встреч. Пока-пока.